Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. На кого не распространяется действие новой льготы в июле 2019 года, нас просят сообщить, действительно ли на некоторые категории пенсионеров не будет распространяться новая специальная льгота, которая начала действовать с 1 июля этого 2019 года. На что сообщаем все по порядку, что новая льгота даст возможность ряду будущих пенсионеров завершить профессиональную деятельность на 6 месяцев раньше достижения пенсионного возраста, установленного последними поправками. Действовать она начнется второй половиной 2019 года, то есть с июля. Напомним, что с 2019 года в России начали постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с последними изменениями в законодательстве. Федеральный закон от 3 октября 2018 года, номер 350 взяв внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, а по этапному увеличению пенсионного возраста, Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Согласно поправкам, возраст, обеспечивающий право получать пенсию по старости и по государственному обеспечению, в 2019 году увеличится на один год. Однако с введением по предложению президента, новые специальные льготы, некоторые предпенсионеры, фактически получают возможность, выйти на пенсию на полгода раньше, установленного новыми правилами срока. Специальной льготой, смогут воспользоваться люди предпенсионного возраста, которые, согласно старому законодательству, должны были выйти на пенсию в 2019 году. Так, женщины, которые родились в первой половине 1964 года, смогут выйти на пенсию, начиная с июля 2019 года, в возрасте 55 с половиной лет. Женщины, чья дата рождения, относятся ко второму полугодию 1964 года, смогут получать пенсионные выплаты с января 2020 года, также в возрасте 55 лет и 6 месяцев. Женщины 1965 года рождения, смогут уйти на пенсию в 56 с половиной лет, соответственно, в 2021 году и 2022 году. Что касается мужчин, то предпенсионеры, которые родились в первом полугодии 1959 года, смогут уйти на пенсию во втором полугодии 2019 года, в возрасте 60 с половиной лет, а рожденные во втором полугодии 1959 года, в том же возрасте с января 2020 года. Мужчины 1960 года рождения, смогут получать пенсионные выплаты, в 2021 году или 2022 году в возрасте 61 с половиной года. Как отмечается на сайте Пенсионного фонда России, начало пенсионных выплат россиянам, для которых и так предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию, останется в прежних возрастных границах. К этой категории относятся, например, шахтеры, работники горной промышленности, спасатели и другие. Также возможность льготного выхода на пенсию, сохраняется для учителей, врачей и представителей других профессий, которым пенсионные выплаты назначаются в соответствии с необходимой выслугой лет. Однако с 2019 года, в подобных случаях, пенсия назначается с учетом переходного периода, который составляет 6 месяцев. Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на страховую пенсию на общих основаниях в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важный правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступлений в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.